Я не видел, как рубили, я видел, как уже обрабатывали и спиливали ветки. А вот пенёк, который остался от нашей сосны. Теперь заботу Алексея Кузнецова прибавилось. Квартира мужчины находится на третьем этаже. Окна выходят на проезжую часть. Вокруг дома всегда было много машин. Деревья спасают от дорожной пыли и ярких лучей солнца в квартирах. Но буквально на днях самую высокую сосну спилили. Причём без предупреждения, подчёркивает Алексей. Никто ни с кем не посоветовался, никто никого не спросил. Ну это вообще, ну это хамство. Возмущению мужчины нет предела. Дерево простояло здесь больше 30 лет и никому с его слов не мешало. В случившемся он винит соседку этажом ниже. Якобы женщина не раз жаловалась на то, что ветки дерева бьют прямо в балконные окна. Она переживала, что сучки разобьют их. Пенсионерке дома не оказалось, но выяснилось, что сосна мешала не только ей, но и жителям первого этажа. Да, было очень темно и очень помогло. О дереве местные жители не раз писали в ТСЖ. Обращений накопилось немало. Со слов председателя Ольги Никитановой, сосна росла слишком близко к дому, но расстояние около двух метров. А по закону должно быть пять, поэтому дерево пришлось спилить. Мы собираемся правлением. Я показала, есть такие-то заявления. Мы туда пошли, посмотрели, как помочь жителям. То есть просто когда человек это не касается, он и не хочет вникать в проблемы других. А вот этих людей, жителей первого и второго этажа, это конкретно красавы. У них вообще не было света. Но жители выяснили, что закон был нарушен. Сосна росла на придомовой территории. А значит, для того, чтобы ее спилить, нужно было получить согласие всех собственников. Но их мнение учтено не было. За незаконную вырубку дерева председатель ТСЖ на этот раз получит только предупреждение, не штраф. А между тем, в самое ближайшее время жители намерены отправиться в питомник за саженцем сосны, чтобы посадить новое дерево возле дома. На этот раз подальше. А токон соседей с первых этажей. Наталья Забниная, Дмитрий Манапов. Губерния, 33.